Четвертая книга царств, глава первая. И отложился Моав от Израиля по смерти Охава. Охозия же упал через решетку с горницы своей, что в Самарии, и за не мог. И послал послов и сказал им, — Пойдите, спросите у Вильзевула, божества Аккаронского, выздоровею ли я от этой болезни? Тогда ангел Господень сказал Ильи Фесвитянину, — Встань, пойди навстречу посланным от царя Самарийского и скажи им, — Разве нет Бога в Израиле, что вы идете вопрошать Вильзевула, божество Аккаронское? — За это, — так говорит Господь, — с постели, на которой ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь. И пошел Илья. И возвратились к Охозии посланы, и он сказал им, — Что это вы возвратились? И сказали ему, — Навстречу нам вышел человек, и сказал нам, — Пойдите, возвратитесь к царю, который послал вас, и скажите ему, — Так говорит Господь. — Разве нет Бога в Израиле, что ты посылаешь вопрошать Вильзевула, божество Аккаронское? — За то, — с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь. И сказал им, — Каков видом тот человек, который вышел навстречу вам и говорил вам эти слова? Они сказали ему, — Человек тот весь в волосах и кожаным поясом подпоясан под чреслом своим. И сказал он, — Это Илья, фесвитянин. И послал к нему пятидесятника с его пятидесятком, и он взошел к нему, когда Илья сидел наверху горы, и сказал ему, — Человек Божий, царь говорит, сойди. И отвечал Илья и сказал пятидесятнику, — Если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба, и попалит тебя и твой пятидесяток. И сошел огонь с неба, и попалил его и пятидесяток его. И послал к нему царь другого пятидесятника с его пятидесятком, и он стал говорить ему, — Человек Божий, так сказал царь, сойди скорее. И отвечал Илья и сказал ему, — Если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба, и попалит тебя и твой пятидесяток. И сошел огонь Божий с неба, и попалил его и пятидесяток его. И еще послал в третий раз пятидесятника с его пятидесятком. И поднялся, и пришел пятидесятник третий, и пал на колено свои перед Ильею, и умолял его, и говорил ему, — Человек Божий, да не будет презрена душа моя и душа рабов твоих, всех пятидесяти, перед очами твоими. Вот сошел огонь с неба и попалил двух пятидесятников прежних с их пятидесятками, но теперь да не будет презрена душа моя пред очами твоими. И сказал ангел Господень Ильи, — Пойди с ним, не бойся его. И он встал и пошел с ним к царю. И сказал ему, — Так, говорит Господь, за то, что ты посылал послов вопрошать Вельзевула, божество Аккаронское, как будто в Израиле нет Бога, чтобы вопрошать о слове его, с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь. И умер по слову Господню, которое изрек Илья, и воцарился Иорам вместо него во второй год Иорама, сына Иосафатова, царя Иудейского, так как сына у того не было. Прочие об Ахозии, что он сделал, написано в летописи царей израильских. Продолжение следует...